Я боюсь привыкнуть Я боюсь быть счастлив, когда ближний мой сбит моей покой на земле сырой Я боюсь за смехом своих детей, окруженных лаской с самых первых дней Не услышит, как заплачет сирота и погибнет беспризорная душа Когда видишь горе вокруг себя, постепенно привыкаешь день от дня А потом однажды понимаешь вдруг, как стал равнодушным ко всему вокруг Если слыша горе брата и сестры, равнодушным взглядом отвечаешь ты Если чья-то боль не колет сильно в бок, значит бесполезен пострадал наш Бог Как могу я только о себе просить, как могу я жизнью недовольной быть Пусть от сострадания сгорит душа Только правнодушным не замерзла она Когда вижу скорбь и слез других людей А вдовевших жен детей без матери Боже, мне так хочется спросить тебя Почему так любишь ты меня Субтитры создавал DimaTorzok 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 Криулиане, особенно при поддержке наших партнеров из Германии, при поддержке многих церквей из нашей страны. И сегодня мы хотим поблагодарить Бога за то, что мы достигли этого этапа. Сегодня мы хотели бы посвятить на первом этапе 5 домов христианский агротуристический многофункциональный центр. Его задача в том, чтобы восполнить нужды многих людей, в особенности восполнить нужды детей-сирот, а также восполнить нужды инвалидов, одиноких людей, пожилых, а также этот центр будет служить социально уязвимым слоям нашего общества, вдовам, молодежи, подросткам и детям, девчим. И мы хотели бы, чтобы здесь и на этом месте, в селе Балтата, многое могли найти здесь покой, радость, и, в особенности, чтобы они могли найти здесь Божьи присутствия. Мы очень рады тому, что сегодня здесь среди нас находится господин президент Совета Криулеанского района, и я хочу приветствовать здесь среди нас господин Вячеслав Бурлак, который будет приветствием на слово. Я хочу каждому из вас сказать добрый день. Я очень рад, что сегодня могу принимать участие в открытии столь необходимого центра для нашего общества. И тогда, год назад, когда госпожа Примар говорила мне о том, что в Балтате мы хотим построить центр для многих семей социально уязвимых, и тогда я даже был немного сцептик, и не думал, но я сказал, что Господи помогу. Я был скептически настроен, не очень доверен, но все же сказал, Бог в помощь. И тогда господин Примар сказал, что это люди очень хорошие, очень хорошие, которые хотели бы помочь нам, по теме из Балтата и по теме из района Криулеанского района. И тогда господин Примар сказал, что это люди очень хорошие, порядочные. У них есть, госпожа Примар сказала, что люди очень хорошие, порядочные, и они хотят помочь нам, Балтате, а также всем людям, которые живут здесь в районе Криуляны. Так что спустя год мы видим уже построенное здание, которое при вашей поддержке находится здесь и с Божьей помощью, конечно. И я уверен, что, в качестве моего президента в районе, я буду дать все это, чтобы продолжать вас поддерживать, что вы хотите. Или лучше сказать, что, если вы не сможете, я вам помогу, я вам помогу. Я хочу сказать вам, что в то столько времени, сколько я наружусь в этой должности председателя Криулянского района, мы приложим все усилия, чтобы помочь вам, но, по крайней мере, не мешать вам. Это был мой приятный, мой приятный. Он сказал мне так, что если вы не сможете помочь вам, то возьмите ноги. Один мой друг хороший сказал, если ты не можешь подставить ноги, то хотя бы не ставь ноги. Итак, еще раз хочу сказать вам огромное спасибо. И в ближайшее время, я думаю, что я вам помню этот эффект, чтобы эти самые хорошие вещи, которые начнут в саду Болтата, чтобы продолжать. И на будущее я хотел бы, чтобы то доброе, что было сделано здесь, чтобы оно могло продолжиться и дальше, в будущем. Бог вам помощь, и пусть Господь благословит вас. Болтата становится все более известным местом. Не знаю, насколько были знакомы с Болтата и другие люди. Но с этого времени Болтата станет местом паломничества для румыни, американцев и других. Существует, что есть много людей, которые просят за этот сад и для вас. Я хочу сказать вам, что есть много людей, которые молятся в этом селе, в том числе и вас лично. Мы рады, что вы сегодня здесь сами. И мы хотим пригласить сюда госпожу Ольгу, примара села Болтата. Здравствуйте, уважаемые гости, те люди, которые все эти года помогали осуществлять этот проект. Ну, Болтата, наверное, Богом излюбленное место, раз здесь выстроился такой центр. И все-таки, в конце концов, определили здесь его строить. Я помню, как я молилась и думала, только бы все получилось. И не поменялись планы. И этот центр не уехал куда-то в другой район. Я очень благодарна вам. Я очень рада вас всех здесь видеть. Спасибо вам огромное. Что касается со стороны местной власти, любая помощь, как председатель района говорит, хорошим людям не нужно мешать работать. Все, что зависит от меня, я буду всячески помогать и всегда буду рядом. И дай Бог, чтобы как первые дома, которые открылись сегодня, действительно спустя год, чтобы в два раза быстрее мы через полгода увидели завершение всего строительства этого комплекса. Спасибо вам большое всем. И благословит нас всех Господь. Аминь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Это что-то еще раз, чтобы показать, что я люблю тебя. Это огромный центр, который будет дикатся сегодня. Это демонстрация, а дорогу для людей. И поэтому, Господь благословит этот центр. И используйте этот центр для эффекта для развития людей. И в этот центр, люди должны служить, страдать, в району Криуле. Слава Господь! Спасибо. Мы очень рад, что мы очень рад, что мы с друзьями, и родственники. Мы рады также приветствовать среди нас наших друзей и соседей. Соседей наших из Украины. Они очень дороги и близки нам. Ветаем вас! Так что, воин витэм. Витаем воин витэм. Витаем воин витэм. Приветствую. Речь идет о брате Игорь Бандура. Он является первым вице-президентом Украинского союза баптистов. Витаю всех вас! Витаю! В Украине уже 46 таких домов. Но учитывая, что Украина намного больше, чем Молдавия, тут есть что-то неправильное. Придется нам поработать еще. Я искренне рад, что я могу и лично здесь присутствовать, и представлять братья и сестер с Украины, среди наших молдавских друзей, и разделить торжество этого дня. Для меня такие события особенные. У меня есть личная история моей жизни и моего формирования как служителя церкви, связанная с служением детям-сиротам. Я помню далекий 93-й год, может быть не такой далекий, Одесса. Времена перемен, неопределенное будущее. Мы открываем в Одессе новую церковь, Церковь Благодать. Она существует всего два года, и Господь дарит нам невероятный подарок. На поселке Котовского, если вы знаете Одессу, был почти разрушенный детский садик. Почти гектар земли, здание, все коммуникации. Но садик давно не работал, все практически разрушено. Нам отдают как церкви это в подарок. Вот мы заходим на эту территорию. Груды строительного мусора, который мы воспринимали просто как склад строительных бесплатных материалов. Тоже как благословение. И надо что-то делать. Очень быстро мы начинаем строить церковь. Но параллельно с тем, что мы строим церковь, пытаемся восстановить это заброшенное место. Мы начинаем молиться о том, чтобы Господь подарил нам какую-то возможность делать что-то для людей, которые живут вокруг нас. Господь удивительным образом ответил на нашу молитву. У нас был такой задний двор, где стояла старая машина, которой уже никто не пользовался. И однажды утром мы нашли там троих уличных ребят. Мы обнаружили, что уже в течение месяца они днем ходили по Одессе где-то на море, находили что-то покушать. А ночью приходили и спали там. И пока никого не было, они снова уходили. То утро они спали очень крепко, и мы их там обнаружили. Перепуганные ребята, а у нас радость на лицах. Вот он ответ на наши молитвы. Бог ответил нам на наши молитвы. Мы поняли сразу, Бог хочет, чтобы на этой территории вместе с церковью был детский приют. И мы построили церковь, построили приют, и начиная с 2000 года он работает официально. Десятки детей прошли через этот приют, он функционирует и сейчас. Имея этот опыт, я могу сказать, что это служение, которому привел нас Бог, оно не только изменило церковь. Оно открыло для нас новые возможности служения, оно сформировало нас. Я могу откровенно сказать, что если бы мы не занялись этим служением, сегодня мы были бы другими. Бог своей любовью приводит нас к служению, и служение, в свою очередь, меняет нас. Этот процесс нескончаемый. Я помню, когда мы тоже проводили открытие нашего церковного дома опеки. Это было 1 июня, если вы еще помните, по крайней мере в Украине мы сохранили это. 1 июня в Украине это день защиты детей. И именно в этот день мы проводили наши открытия. И один известный служитель в Украине прочитал очень хорошие слова, которые я с тех пор запомнил. Я хочу их прочитать для вас, для всех, кто развивает это место, кто будет здесь жить, кто будет здесь трудиться. Книга пророка Исаии, 58 глава. Слова Господа, обращенные к тем, кто с любовью посвящает себя восстановлению чему-то новому. Кто вкладывает свою жизнь, свою любовь и свое усердие в новое поколение. И вот что говорит Господь. Ты будешь как напоенный водою сад. Ну что можно для Молдавии лучше пожелать. Ты будешь как наполненный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. С такой мельницей тут воды никогда не иссякнут. Но вот дальше Господь говорит что-то очень важное. И застроиться потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основания многих поколений. И будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Я ехал по Молдове, вспоминал Украину и думал, действительно, какие у нас замечательные люди. Если бы нам не мешали те, кто приходит нам помочь, как быстро мы бы обустроили нашу жизнь. И в Украине, и в Молдове. Только бы нам не мешали. Но у нас большая перспектива. После долгих лет разрухи, разрухи не только материальной, не только в хозяйстве, разрухи в головах, в душах, в сердцах, перед нами стоит огромная задача. Восстановить основание многих поколений. Часто сироты – это образ безнадежности и безперспективности. Дети с несчастной судьбой, которых не ждет ничего доброго. Но если мы вкладываемся в сирот, они могут стать знаком надежды. С них могут начаться новые поколения, поколения благословений. Так закладывается основание для многих поколений. Так восстанавливается разрушенное. Так земля, и народ, и церковь становятся, как напоенный водой сад. Для меня это служение очень дорого. Я желаю, чтобы это кусок земли, на котором, наверное, что-то росло, но не было ничего, и вот он начал застраиваться. Чтобы это стал действительно центр красивый, приятный. Чтобы здесь были дети, чтобы здесь были люди, чтобы здесь всегда была вода, чтобы здесь всегда было благословение Божие. И чтобы этот центр был одним из знаков восстановления перспективы надежды и будущего с Господом. Благословение вам, братья Молдаване, благословение нам всеми в Украине. А вместе по-соседски мы разберемся и Господь что-то хорошее еще в нас и через нас сделает. С праздником вас! Мы очень рады, что здесь сегодня с нами на этом месте находится брат Иван Милеев. Брат Иван Милеев является председателем Тихоокеанского объединения Восточного побережья Соединенных Штатов. И у него будет также приветственная служба. Хотел бы поздравить вас с этим замечательным местом, где Бог являет свою любовь, милость, где мы, как христиане, можем быть источниками Его любви. И где бы мы ни были, славяне, румыне, молдаване, украинцы, русские, везде мы можем найти этих людей, которые нуждаются в нашем участии, в нашем внимании, нашей возможности показать на деле Божью любовь. В Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки есть много наших людей, которые выехали в свое время в начале перестройки. Каждый по-своему устроился. Есть те, которые нуждаются в помощи. Есть те, которые оказались в зависимости различные, знаете, наркотики, алкоголь и другое. Я всегда думаю, что мы, как христиане, должны быть готовы служить. Мы должны заметить этого человека, может быть, этого ребенка, может быть, этого мальчика или девочку, обездоленные, которые оказались в этих условиях, в этой стране. И притянуть им руку помощи. И это Божье дело, которое вы совершаете здесь. И по-настоящему это возможность на деле показать нам Божью любовь. Поэтому мое восхищение тем, что здесь действительно не только мечта, но уже мы видим воплощение мечты в действие. Потому что новые дома появляются, и в скором времени будет еще много новых домов. Как бы хотелось, чтобы в этой прекрасной стране Молдова было много таких мест. И чтобы не было обездоленных детей. И чтобы были всегда те, которые готовы протянуть руку участия и руку помощи. Благослови вас Господь. Я радуюсь вместе с вами. Это прекрасный праздник, в котором мы все вместе сознаем, что мы одна семья. Христиан, которые способны и готовы любовь Божию показать действию. Потому что Божья любовь изделилась в сердца наши. Благослови нас всех Господь. Благослови нас всех. Благослови нас всех. Благослови нас всех. Мы хотим спеть псалом, так как у нас сегодня есть гости из Украины, чтобы они уверенно знали, что и здесь поют также на украинском языке. Не только на румынском, но и на украинском. И на шире украинском языке. 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 И на шире украинском языке.